Академика Бехтерева Вернее, как в этой части, наверное, только подойдём к этой теме. Эта версия очень страшная, самая страшная, самая неприятная и тщательно охраняемая тайное столетие. Какие вот были версии по гибели Бехтерева? Самая главная версия — это то, что якобы он консультировал Иосифа Сталина, вышел, назвал его сухороким параноиком, и после этого в течение суток он был убит, отравлен. И эта версия везде тиражировалась и тиражируется до сих пор. Я доказала в предыдущих своих видео, что это ложь, и сказала, кто, в общем-то, распространяет эту версию. Её распространяет Рой Медведев. А ссылается он ещё на одну ложь, но это тема отдельного видео. То есть я докопалась до сути, откуда это пошла, вот эта лживая утка по поводу того, что Бехтерева заказал Сталин из-за того, что он его назвал параноиком. Ложь никаким параноиком Бехтерев Сталина не называл. Мало того, он его даже не консультировал в то время, он просто не успел. И этому тоже есть доказательства. Психотронное оружие, тоже одна из версий, которое вывезли в Германию, а автора убрали, то есть изобретателя Бехтерева убрали. Да, это тоже очень важный факт и мотив, и он мог быть сам по себе. Мотивом убийства воздействия на массы незаметно для самих масс. Это бесконечная власть, это тема, это да. Психотронное оружие, это да. Его изобрели, им пользуются, пользуются на всех Майданах, пользуются для того, чтобы подавлять волю народов, для того, чтобы они не вышли к пониманию и самоидентификации, о чём говорил товарищ Греф. Но при чём здесь Шатунов? Он не являлся автором психотронного оружия, спросите вы, но был использован в целях крысоловов, ловцов душ молодых людей. Мне под видео крысолов некоторые пишут, я вот сейчас слушаю песни Шатунова и танцую под них, просто он сам такой хороший, и поэтому такое воздействие на массы было. Ну и вот что-то в этом роде, то есть, ну, типа, не было никакого проекта, Шатунов проект или Ласковый май проекта, вот просто вот само так сложилось, вот всё так замечательно, и поэтому и до сих пор песни волнуют, да? Да, отчасти песни волнуют, да, до сих пор. Шатунов, безусловно, талантливый, харизматичный артист и человек, именно человек с большой буквы. Именно поэтому, потому что убили человека с большой буквы, я подозреваю, что это именно убийство, это моё субъективное мнение. Поэтому я и взялась за эту тему, потому что меня зацепило это именно по-человечески. Я не была, ещё раз говорю, поклонницей, вот на меня это не воздействовало. Я другого поколения, постарше, и мы слышали, слушали Уидни Хьюстон, вот такого уровня песни. Хотя, конечно, там, ну, они были заводные, и я видела молодёжь, многие мои знакомые, которые были помладше меня, они уже вовсю фанатели от песен «Ласкового мая», да. Ну вот я не фанатела. Шатунов, мамки, безусловно, человек, очень обаятельный, порядочный, верный и сирота. Главное слово здесь для нашей темы – сирота. «Прошёл трудную школу выживания, что, несомненно, наложил отпечаток на его исполнение и энергию. Посыл самих песен в его исполнении именно в его исполнении, потому что в другом исполнении так не звучит». Все это замечают. Эти же песни не имеют такого эффекта в чужом исполнении. Но это заметили не только те, кто был просто рядом с ним и работал над репертуаром. Ну, допустим, тот же Кузнецов. Это заметили крысоловы. Нравится это кому-то или нет? И за этим талантливым ребёнком, подростком, а также за этими появившимися продюсерами и директорами стояли прожжённые дяди из числа нелюдей. Я уже много говорила о них, предыдущих видео. Достаточно внимательно посмотреть на концерт в Киеве 2 мая 1990 года или мой фильм по версии Юрия Шатунов «Месть мафии». А накануне 1 мая произошло псевдокрещение Шатунова, которое рассказывал Кудряшов о том, что он крестил, что он является крёстной Шатунова, крёстной папой. Рядом с ним на видео молодой Кудряшов такой хазарской, явно выраженной хазарской наружности. Почему именно Киев? Молодёжный центр и масон-спонсор на видео. Почему убрали Шатунова в ночь с 22 июня на 23? День начала нападения фашистов на СССР. Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Опять Киев и разгар СВО. 22 год. Шатунов имеет украинскую фамилию по отцу Клименко. То есть задействовали мощные грегор связи народов, великороссов, малороссов и ритуально уничтожили Шатунова на глазах у всех видео с камер наблюдения больниц. Всколыхнув миллионы людей, собрали гавах, придумано, подготовлено, жёстко, хладнокровно и с ненавистью к самому Шатунову. Ненависть зашкаливает, судя по поведению тех, кто имеет отношение ко всему происходящему. Захват всего имущества, гробовое молчание СМИ и шоу-бизнес-ституток. На вершине спускового крючка и отмашке на всё это преступление послужило раскрытие информации Шатунову. Ну, я сейчас выдвигаю следующую версию. Некоторые поклонники, которые были с ним на связи в отдельных чатах, проговаривали то, что Шатунов что-то собирался раскрыть, какую-то важную информацию. Он собирался расстаться с Кудряшовым. Но, видимо, не только это. Какая-то информация, дело в информации. Или поскольку он шёл на полную победу в судах, он не выиграл суды, то есть он не дошёл месяца до главного выигрышного суда, не рассчитал свои силы и коварство мафии, возможно, раскрыл планы их разоблачения раньше времени. Возможно, он знал и мог раскрыть некие фамилии тех, кто на вершине власти сидит в Думе, на других постах руководит банками, денежными потоками. Возможно, это так. Возможно, он знал такие фамилии, которые очень сильно испугались Шатунова, что он раскроет их. Возможно, он знал некий компромат, имел. Может быть, он где-то проговорился. Вот такое мнение, что он просто где-то в сердцах проговорился. Информация. Причина гибели и Шатунова, и Бехтерева. Так вот, информация есть везде вокруг нас. Надо только правильно настроиться на нужную волну, и она сама идёт в руки. Работая над фильмами, выдвигая три основные версии гибели Шатунова. Это то, что не дали выиграть суды. Операция СВО на Украине, сакральная жертва для сбора Гаваха. Информация о прошлом ласкового мая. Это детдомовцы. Это, возможно, продажи детей, педофилии на органы. Это самая страшная тема, но самая вероятная, к сожалению. Её немного называли и Катя Гордон, и ещё кто-то. Но и поэтому, думаю, дальше дело не пошло, и не дают расследовать, и всё глушится именно из-за этих версий, а не то, что только деньги. Деньги — это отмашка исполнителям. Версии, по всей видимости, более серьёзные причины. Почему так? Вот дала подсказку тема Бехтерева. Хотите версию, хотите нет, но взяв для сравнения невыясненное обстоятельство смерти академика Бехтерева, сначала вот две серии я сделала, я вышла на доказательство, подтверждающее мою правоту. После выхода двух серий я собиралась поведать информацию по книге правнучки Бехтерева. Она там писала о второй жене Владимира Михайловича Берти Яковлевне и какого-то Рихарда. Помните, вспоминайте, посмотрите фильм, вспоминайте, она упоминает некого Рихарда, который находился рядом в квартире в момент смерти профессора Благоволина, в момент смерти академика Бехтерева. И в поисках более подробной информации по этому Рихарду вышло нечто неожиданное. А в предисловии книги правнучки Бехтерева Марины Анатольевны Бехтеревой так и написано «Тема загадочной смерти Владимира Михайловича Бехтерева, которая по сей день остается тайной за семью печатями». Почему? Почему она остается до сих пор тайной за семью печатями? Возможно, те, кто занимается, они далее пишут, исследованиями этой трагедии найдут ключ к вековой исторической загадке в тексте книги «Между строк» и выдвинут новые версии преступления. Внучка академика Наталья Петровна назвала виновной второй жену Бехтерева Берту Яковлевну в книге «Магия мозга». Она именно считает, что виновата в смерти Берты Яковлевну. Естественно, что родственника, сейчас есть статья родственника, племянника Берты Яковлевны, который на самом деле её никогда не знал, не видел, а знал о ней только по рассказам. Он её полностью обеляет, выгораживает, ну что белая и пушистая. А вот прянучка Марина Анатольевна Бехтерева пошла дальше и написала, что, возможно, Ягода был заказчиком Ягода-нарком НКВД, что Берта Яковлевна была с ним близко знакома и после смерти академика внезапно разбогатела не от наследства. Источники резко увеличившегося благосостояния Берты потомкам Бехтерева неизвестны. Они намекают на выполнение какого-то важного задания от высокой власти, но они все категорически отрицают причастность Сталина к этой гибели. То есть Сталин не причастен к гибели академика Бехтерева. Точка. И если где-то вам будет встречаться эта тема, что Бехтерева убил типа параноик Сталин, это ложь, просто знайте это. Вот сами потомки это нашли, они занимались расследованием. И еще один человек, которого нельзя назвать, скажем так, сочувствующим советской власти. Он уехал в 91-м году в Израиль, репортрировался, он еврей по национальности, его нельзя заподозрить вот в этом каком-то сочувствии тому же Сталину. Он не любил Сталина, но он тоже четко сказал, что Сталин не причастен к гибели академика Бехтерева. А так, ни внучка академика Бехтерева Наталья Петровна, ни его правнучка Марина Анатольевна, никто из них не упомянул еще одну версию этого автора. Почему? Возможно, они не были знакомы, не знали его. Да, Наталья Петровна ушла из жизни в 2008 году, а статья, на которой мне встретилась с этой версией, датирована 2011 годом. Но Марина Бехтерева, правнучка академика Владимира Михайловича, написала свою книгу «Расследование и воспоминания» в 2019 году. Почему она не упомянула эту версию? Возможно, это сказано в книге «Между строк», вот то, о чем в предисловии говорится. Упоминание некого Рихарда, знакомого Берта, который присутствовал в квартире академика благоволенно при кончине академика Бехтерева. И его присутствие правнучка не могла объяснить, зачем он там. Смотрите мои предыдущие фильмы по Шатунову Бехтереву, чтобы было понятно, о чем идет речь. И вот искусственный интеллект в интернете подбросил мне эту статью, эту информацию. Еще одна версия гибели академика Бехтерева, которая нигде не упоминается от слова совсем. Написал статью некий Вениамин Додин. На 91-м году он ушел из жизни в 2014-м году в Израиле. Из статьи памяти Вениамину Додину читаем первые счастливые годы прошли в немецком детском саду в Москве. Тогда же он впервые увидел легендарного полярника Эрнста Кренкеля. Эта встреча потом сыграла очень важную роль в судьбе Додина. Спасла его фактически. Счастье было недолгим. В 1929 году арестовали родителей, а пятилетнего Беню взяли в детприемник. Вот смотрите, в 1929 году, изменив его имя и фамилию, пробыв год в голодных детприемниках Таганской тюрьмы и Даниловского монастыря, Беня, уже читавший и писавший на двух языках, отучился не только улыбаться и смеяться, но даже говорить. Потом его перевели в спецдетский дом. Здесь воспитанников внимание, сытно и вкусно кормили, ежедневно водили в душ, часто меняли нижнее постельное белье. Ими занимались пожилые воспитатели в кавычках, видите, пишут в кавычках, и в большинстве прежде служившие в войсках и учреждениях БЧК, ОГПУ, НКВД. Они следили за дисциплиной, режимом, бытом, но в душу не лезли и попусту не наказывали. В детдом регулярно наведывались нарком просовские комиссии во главе с кавычки ученой тетей профессором кавычки закрываются советским доктором Менгеле и приводили медосмотры, после которых самые здоровые дети куда-то исчезали, а остальные продолжали жить. Когда мне встретилась эта статья, мне оказалась еще информация, которая до этого мне не встречалась. Поэтому в этой серии фильма мы поговорим о этой информации именно в этой статье памяти Вениамина Додина. Итак, остальные продолжали жить. Вот они нам говорят о некой ученой тети профессором, советским доктором Менгеле. Завод школа детдома Евдокия Ивановна Маркова, увидев интерес Бени к чтению, стала водить его в библиотеку в театр клуба строителей, провела за кулисы к знаменитому артисту Ерону. Ерон приметил склонность мальчика к рисованию и под конвоем заводча свел его в мастерскую художника Иона. Вот евреи молодцы, они всегда с вами помогают, даже вот таким вот заброшенным детдомовским детям они все равно стараются помочь. В этом смысле надо с них брать пример, как они помогают своей нации везде. Когда им плохо, они помогают друг другу. Этого у них не отнять. Они молодцы. В результате Додин был принят в центральный дом художественного воспитания детей, куда его конвоировал Иван Степанович Панкратов. Почувствовав, что этот человек его не предаст, Бенни доверил ему все свои тайны, а тот тоже полюбил мальчика. Их связь продолжалась до самой смерти Степановича и сыграла важную роль в жизни Додина. Ну вот какой-то русский человек ему помог. Иван Степанович Панкратов. В студии Бенни подружился с Алексеем Молчановым, тоже сыном директора авиазавода. Видите, какие интересные встречи. Он упросил Евдокию Ивановну пригласить Алика к нам в клуб строителей на концерт, где хотел познакомить с ним Ерона. Дети подарили Ерону свои акварели на акварелях Додина, которые он раньше никому не показывал. Был интерьер, разграбленный на его глазах квартиры, из которой его забрали. Ерон был принят у двоюродной тетки Додина, великой танцовщицы Екатерины Гельцер. Она важна для того, чтобы понять следующую информацию. Вот это она прояснит то, что будет потом в следующей серии. Когда он показал ей акварели, она сразу узнала квартиру и поняла, кто этот художник Виктор Белов. Видите, он был под именем Виктор Белов. Но вызволить племянника не смогла. Власти отказали. То есть, этот Додин, Вениамин, он не был полным сиротой, у него тоже были родственники. Когда затонул Челюскин, Вениамин и Алексей бежали спасать Челюскинцев. Их сплотили за станции Балагоем по дороге из Москвы в Ленинград и отправили Алика домой, Абиню, в штрафной изолятор Таганской тюрьмы. И вот этот, как ни странно, изолятор Таганской тюрьмы и спас его в последующем от смерти. Что там со мной творили, не хочу вспоминать. Но провалявшись три месяца на каменном полу карцеры, я выжил. Вениамин Додин, площадь разгуляй. Вызволил Додина Степанович, оформив над ним свое опекунство. Вот опять он помог ему, вот этот Иван Степанович Панкратов. С медосмотра его выгнали. Директор детского дома ему крикнула, Таганка тебе, дураку, жизнь посла доходному. Доходному, откармливали и обласкивали. Придя в себя, он за неделю написал свою главную картину «Раздавленный сжатием льдов уходит под воду Челюскин». Вот он еще и картины писал. Он тут талантливый человек. И довольно смело я вам потом скажу, вы сами поймете, почему он очень смелый человек. И наоборот, на его стороне призыв к спасению и свое настоящее имя. На выставке, вот смотрите, вот этот момент, свое настоящее имя написал Вениамин Додин. На выставке в 1935 году 11 лет получается. Эта картина понравилась почетному посетителю Эрнсту Кренкелю. Ему ее поднесли и он узнал из надписи на обороте, что автор тот самый мальчик, которого он видел много лет назад. Затратив год на поиск его родных, Кренкель и его друзья разыскали в 1936 году прабабушку Додина и она немедленно забрала его из детдома. В гробовидной комнатке коммунальной квартиры, где на 76 жильцов было одно очко и один водопроводный кран, они жили бедно, но весело. На радость бабушки Вениамин учился в средней художественной школе, вместе они бывали на интересных спектаклях, выставках. В салоне Герцер Додин встречал и слушал пианистов Гнесиных, Александра Гальден-Вейзера, Святослава Рихтера, певцов Марка Рейзина, Максима Михайлова, Марию Максакову и других. То есть, его спасли, и он попадает в элиту. Это тоже важно, вы тоже поймете, почему. Он попадает в элитное, элитарное общество того зарождающегося первые годы советской власти, первые десятилетия, первые только-только вот что там, как. Вся эта буржуазия, ну, как бы советская буржуазия. В 1937 году был арестован отец Алика Молчанова, то есть, директор авиазавода, ближайшего друга Додина. Алик и Бенни сперва пытались его искать, углядеть среди зэков на канале Москва-Влога. Два зэка, сидевших с матерью вместе с весточкой от нее, спешите делать добро, изменили жизнь Додина. Эти зэки принесли полсотни записок товарищей, вспоминали имена сотен соседей по Нарамбараку зоне. Мальчики тотчас отправили записки по адресам, и опустили в квартирные почтовые ящики в разных районах Москвы. Одновременно Бенни и Алик стали собирать записки возле мест, куда уходили ночные этапы и рассылать их. Число списков сильно возросло, когда после замены Ежова Берии стали возвращаться зэки. Все это они делали так, что обнаружить их не сумели. Посылали они и многочисленные продуктовые посылки зэкам. В сборе продуктов участвовали многие люди. Отправляли посылки и записки, не беря денег. Работавшая на почте подруга вора в законе соседа Додина по двору. Умиравшая в спецбольнице Панкратов рассказал Вениамину, что детей из детского дома отправляли сначала вот теперь смотрите информация. Детей из детского дома отправляли сначала на тщательное обследование в институте рядом с этой больницей. А оттуда куда-то под Москву. Там их использовали как сырье для омоложения жизнелюбов из Кремля. Вот какая страшная тайна. Та самая за семью печатями. Вот в чем вся фишка, что называется, весь секрет. Вот так все просто. То есть это хром получается. 28 августа 1940 года Додин направил Сталину письмо об исчезновении своих товарищей под детдому. Чтобы письмо дошло до отресата, он отправил его через канцелярию Всесоюзного Центрального Совета Профсоюзов ВЦСПС. Додина арестовали. Следствие на Лубенке продолжалось 136 дней. Били, пытали бессонницей, мочили в залитом воду ящики карцера. Возможно, хотели забить до смерти. Нет человека, нет проблемы. Но случайно его заметил полковник знакомый Панкратова. Его тут сейчас положили в больницу и новый следователь быстро окончил дело. Вот смотрите. И тогда и тогда тоже были некие разнополярные силы. Вот казалось бы, да, один строй и одна сторона и ничего подобного. Довольно сложно все было. Очень сложно. Нельзя одной краской или черной или белой то время, да и любое время мазать. Разные были люди и разные силы. Вот смотрите, белое и черное. Вот кто-то раз полковник знакомый Панкратова того самого. Его точно положили в больницу, а новый следователь быстро закончил дело. Особое совещание о СО дало ему малолетке пять лет. Потом были три лагерные судимости, один смертный приговор. Пьяный палач заорал, что детей он расстреливать не будет. И спохватившись, что он малолетка, приговор изменили. Вот палач не стал расстреливать его, ребенка, подростка. А через год был кошмар бакинского этапа. Тогда, чтобы спасти от трибунала, под негласным патронажем, занимавшего высокий пост названного сына Панкратова Додина ипотировали на Дальний Север, изменив фамилию в сопровождающем формуляре. Потом были долгие годы каторжного труда на самых тяжелых работах в Арктике и Вечная ссылка в Сибирь. В Москву он вернулся реабилитированным только в 1954 году. Лагерник Додин помогал другим зэкам, преимущественно иностранцам, которые в лагерях были особенно беспомощны. Это стоило ему переправить письмо Сталину о том, что пропали дети из детского дома. Он попал вот в эту заковыку и вышел только, освободился только в 1954 году. На тяжелейших работах он сумел не только выжить, но и впитать знания, позволившие написать монографию 1965 года, защитить кандидатскую и докторскую диссертации, руководить многие годы лабораторией строительства на Крайнем Севере в Главном институте Густроя СССР в 1958 и 1988 год, спецкурсами в военно-инженерной академиях. В числе его многочисленных научных работ есть и защищенные дипломами открытия. Какой интересный человек. Одновременно Дозин проявил активность в самых разных областях. Он был экспертом, потом членом высшей аттестационной комиссии, где и своих коллег организовал группу Общества спасения. Это группа Общества спасения, это группа, которые впервые организовали в 1918 году его родители. И он продолжил их дело, помогать цельным и тем, кто прошел тюрьмы и каторги. Еще тогда царские, и здесь получается уже следует другого строя, советского строя. Он был экспертом Советско-американской комиссии по строительству в регионах холодного климата и корреспондентом комиссии при президентах СССР и США по военнопленным и пропавшим без вести. Он был членом географического общества РАН и вице-президентом Конгресса депортированных народов России. Ну, пошла здесь уже вот эти вот моменты пошли. Но человек действительно прошел колоссальную школу жизни. Колоссальную школу жизни. И за что же он вот загремел-то получается вот из-за своего этого детского письма, когда он просто захотел, чтобы провели расследование, куда же пропали дети, которые были вместе с ним в детском доме. Самые здоровые дети. Его не взяли, потому что он был дохляк после Таганского карцера. В 91-м году он репатриировался в Израиле, где по мере сил продолжал дело своей жизни. Вот давайте пока на этом остановимся, потому что, я думаю, для тех, кто впервые слышит эту информацию, здесь очень много чего нового, новые имена. Во всём разобраться и запомнить сразу не так просто, так что основную часть давайте тогда во второй серии поговорим, собственно говоря, по той версии Вениамина Дудина, что он нам поведал. Время наступает, что всё тайное становится явным. Вот такое время пришло, приходит. И так всё непросто, очень непросто, взаимосвязаны эти кроличьи норы. Что благодарю за внимание, благодарю всех, кто поддерживает меня и мой канал. С вами была Галина Кунышева. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok